Девушки отдыхают Раньше здесь не было ни улиц, ни домов, ни машин Только лес, руда и вода Смотрите, как все изменилось Предприятие Выксунский хлеб Хлебная история На въезде в Выксу пекут булки, батоны, баранки, торты, пирожные, печенье В прошлом веке хлеб пекли в каждой семье Но самый вкусный пекли в Выверском женском монастыре Говорят, он напоминал шоколад Межонский пруд А это Межонский пруд В давние времена здесь проходила граница Которая отделяла Владимирскую область от Нижегородской Прежде здесь были господские огороды На них выращивали тыни и арбузы Весом до 12 килограммов Рядом улицы Пушкина и Красные Зори Смотрите внимательно Может, увидите ту старинную межу? Она ведь именно здесь проходила Наш завод Наш завод – один из старейших центров российской металлургии Основан в 1757 году Сегодня это очень современное предприятие Заводу надо посвятить отдельную тему Так как там много всего интересного Кстати, туда можно попасть с отдельной экскурсией Чтобы увидеть, как делают железнодорожные колеса Или как появляются трубы Больше человеческого роста диаметра Ну, двигаемся дальше Парк – арт-объект Единорог А это наш замечательный единорог Появился он лет пять назад в городском парке На фестивале Арт-Овраг Единорог – символ старинного герба Баташовых И современной выксы А вот наш пруд – лебединка И, конечно же, в нем живут белые лебеди Руслан и Людмила Граффити Многие фасады домов у нас в городе Разрисованы уличными художниками На фестивале Арт-Овраг А вот моя любимая работа Сказка о потерянном времени Уличного художника Паши 183 Известного как русский Бэнкси Который, как и знаменитый Бэнкси Скрывал свое лицо Парк – дерево лиры А это – особенное дерево Лиственница европейская Ей 180 лет, представляете? Наверное, садовник из 19 века Любил музыку А может быть, он умел играть на лире? Поехали дальше Дом Баташов А теперь я хочу показать вам Самый большой в их музее неспомнил Он в 26 раз старше нас В нем можно найти много тайн и загадок Это дом заводчиков Баташов Здесь была библиотека, больный зал, кабинет, столовая, бильярдная И даже комнатка, где заводчик Иван Родионович Каждое утро обливался ледяной водой А еще здесь зимой можно было встретить лето В деревянной оранжереи выращивали красивые растения и чудесные цветы Верхний пруд Предлагаю немного отдохнуть на нашей самой большой лавочке в горы Да, местные так ее и называют Но это Выксун-Верх по имени реки Выксун Здесь все встречаются И место удивительное Перед нами Верхний Выксунский рукотворный пруд Баташовы строили заводы В 18 веке электричества еще не было А как заставить работать сотни разных механизмов? Вот на помощь пришла вода двух рек Железницы и Выксуна Колокольня Иверского монастыря Сейчас мы увидим Выксун с высоты 22-этажного дома Ну точнее 68-метровой колокольни Иверского Выксунского женского монастыря Высоты не боитесь? Тогда вперед, а точнее вверх Колокольня построена в 1876 году Ее украшали 18 колоколов Монастырь строили 50 лет Но в 20-е годы прошлого века его разрушили Здание реставрировали в наши дни И колокольни вернули голос Раньше монахиням было высоко подниматься, чтобы звонить в колокола Но в 21-м веке решили эту проблему Достаточно нажать всего несколько кнопок На устройстве электронный звонарь Оно похоже на обычный мобильный телефон Видите, какая красота? Здесь Выкса как на ладони В голубом ожерелье прудов и бархатый лесов Вон, видите? Верхний пруд Дом Баташовых В парке крошечный единорог И завод Видите его Я люблю тебя, моя Выкса Приезжайте к нам Я покажу вам мой любимый город Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok